Самая интересная карта в моем понимании, потому что она довольно сложная. Далеко не все выбирают именно эту карту, чтобы на ней играть. Да, действительно, карта одна из лучших в игре Overwatch. Как я считаю, у нее очень много подходов к точке, очень много возможностей фланковать, но также очень много возможностей и для закрытия этих атак. Здесь, как-никак, актуальным пиком будет Мэй, я считаю, для команды обороны. Ты как думаешь, Вика? Я думаю, что Мэй – это отличный выбор. Помимо Мэй, обязательно, естественно, пик Рейнхарда. И мы видим, что в команде Completely Uses как раз Максим Зонда играет сегодня на Рейнхарде. Насколько я могу судить, он довольно неплохо на нем играет. Подборочным, да. Этот человек нам очень хорошо показал свою игру в отборочных. Так, что мы видим? Мы видим, команда Completely Uses будет в обороне, а команда R2 будет в атаке. Пробежимся быстренько по сетапам. Ноткок играет на Мэй, Номат будет играть на Турбосвини, Максим Зонда, Рейнхард Воли будет показывать нам геймплей на симметрии, Гоша играет на Солдати и Мигнанет будет играть на Ане. Что касается команды R2, это дефолтный сетап для защиты на этой карте. Здесь симметра отлично заходит. Для команды атаки у нас дайв пик в виде Уинстона, Гензи, фланкера и двух хиллеров Мерси и Деньяты. Интересный выбор Деньяты в атаке, кстати. Правда, они вот только что свичнулись на Рейнхарда и Арисы, это, видимо, были тройл пики. Тем не менее, у нас начинается атака красной команды, она выходит с респауна и продвигается к воротам. Стандартное место, на котором команды сейчас будут обмениваться любезностями и пытаться накопить свою суперспособность. Да, ребята потихоньку начинают подходить к точке. Слева Гензи вместе с Уинстоном заходят ближе к точке А, начинают инициировать своей стороной атаку. Ребята с команды Р2 продолжают их теснить дальше к левой части, пока у нас происходит обмен любезностей. Уже есть у нас опенфраги с обоих команд. Продолжается безудержная борьба на воротах, но, к сожалению, никакой инициации пока с обоих команд нет. В команде Р3 мы видим минус 3, они уходят на регрупп, и у них меняется, кстати, пик, у них появляется джанкред. Интересный выбор для атаки на этой карте. Видимо, чтобы разрушить щиты Рейнхарда, стоящие у ворота. Все может быть. Ребята очень резво рвались на точку, поняли, что никакой у них перспективы там нет, получили два минуса и отошли назад. Команда Коплителя Юслес, между прочим, очень неплохо защищает ворота, никого не пускает. У нас один вылетевший товарищ технический стример. Нажми, пожалуйста, на L3 и поставь матч на паузу. Спасибо. У нас один вылет в команде R2. Мы подождем, пока участник команды вернется в матч. Напоминаю, что у каждой команды есть по праву 10 минут на паузу в матче. Они могут это время тратить по всяким уважительным поводам, ну, к примеру, вылет игрока. Перенервничал или проблема в интернет-соединении? Думаю, для нас это пока останется загадкой. Ну что ж, первый блин всегда бывает комом, дамы и господа. Но, надеюсь, мы очень быстро этот вопрос решим, что с одной, что с другой командой. У нас и второй вылетевший в противоположной команде. Теперь мы ждем двоих игроков. Наш доблестный рейнфорд в команде Комплит Лигерс также вылетает. Подождем, ребят, давайте пока обсудим вообще, что вы думаете про эту карту. Да, нам будет интересно узнать ваше мнение. Как вы считаете, какие тактики на... Да, мы пока давайте поставим чат, чтобы мы вас могли видеть. Как вы считаете, какие тактики на этой карте могли бы подойти? Какие герои заходят на карте Канамура? И как вы сами играли на этой карте, и какие тактики вы считаете успешными? Да, пока мы посмотрим на нашу милашку Мэй из предыдущего ивента от Близзард. И да, поговорим немножечко про эту карту. У нас тем временем вернулся один игроков, ждем пока еще второго. И, кстати, про Мэй, как вы видите, это динамическая обойна из ивента китайского Нового Года, который был совсем недавно. И, если честно, это один из самых моих любимых скинов для Мэй. Не могу похвастаться тем же, так как совершенно не испытываю никаких чувств к данному персонажу. Поэтому мне из-за того ивента больше понравился облик на Трейсер и облик на Симметру. Классика, стандартно, мило, прекрасно. Я вижу ваши комментарии, что звук игры нет на стриме. Мы сейчас с этим разберемся буквально в ближайшее время. Сейчас мы попробуем его добавить, чтобы всем было слышно. Я согласна, что без братьев Шимада звук игры это вообще не то. Да, без братьев Шимада ни в одном, ни в другом пике. Хотя нет, в красной команде мы видим есть Гензи. И поэтому будем смотреть за его геймплеем, что он нам покажет. Кстати, чтобы поучаствовать в нашем розыгрыше, вы можете набрать команду «Высказательный знак мне повезет» в чате. Таким образом, вы примете участие в розыгрыше, и все, кто ввел команду правильно, без ошибок, вы попадете в список людей, среди которых мы будем разыгрывать. И между каждыми матчами мы обязательно проведем розыгрыш. Кажется, звук игры должен был появиться. Как только у нас возобновится игра и вернется один из игроков, мы обязательно запустим наш матч. Тем временем Максим и Зонда вернутся. Наверное, я думаю, можно... С возвращением, ребята. С возвращением, да, с возвращением, ребят. Я думаю, что можно снимать матч с паузы. Три секунды до начала матча. Да, осталось четыре секунды до старта. Так, продолжаем. Отлично. Ну что ж, мы вернулись, игра у нас началась. Такое бывает, что люди выкигают, это ничего страшного. Нет, мы специально для этого... Мы специально для этого показали... ...добавили в правила турнира паузы. Остановите силы. На таймер у нас 2 минуты 30 секунд. Пока мы не видим какой-либо инициации ни с одной, ни с другой командой. Видим размены уроном в воротах. Винстон пытался перепрыгнуть, но ничего-то у него не получилось. И вот инициация у нас со стороны красной команды. Рейнхард езжает в поддержке со стороны команды. Он не видит, уже делает три безответных университетов со стороны красной команды. Великолепный рез Ангела, но это не помогает. Команда Complete Reusers все равно отталкивает их дальше к респауну, делает 4 минуса. И команда R2 вынуждена уйти на регрупп, подумать о своих действиях, возможно, поменять этот пик. На самом деле, очень грамотно сыграла команда в защите и сделала практически минусы бросить. Четыре, и потом еще четыре ревальников персонажа. Отличный опыт лишь от Мэй и от Кубасвина, который включил свою ухо, чтобы защитить точку. Команда R2 уже подходит стол с воротом и снова начинает сахивать ультимейты. И у Зари команды R2 действительно уже скоро есть ультимейт. Ультимейт от Рейнхарда, но Мэй закрывает стенку всю красную команду и не пускает их в ворота. Рейнхард, к сожалению, остается один. И вся тима, вся синяя команда просто его разбирается собой. Замечательная стенка сейчас была от Мэй, несмотря на то, что был ультимейт от страны Рейнхарда, команды R2, его закрыли и далее просто уничтожили за секунды, тем не менее давая команде R2 пройти дальше. Но мы видим, ребята не теряют инициативы, они продалбивают своей танкометой, своим мясом просто вперед и двигаются к точке. Но, к сожалению, к точке ребята, наверное, по какой-то причине не хотят идти, они пошли справа. Возможно, это какой-то интересный мув. Тут у нас злой Винстон прыгает на точке, все пощечинами, надеясь кого-то убить, но его Мэй замораживает. И отличный мув был сейчас с его стороны. Вот ребята пошли справа, но защищающие точно знали, что делать на случай фланга с правой, и встретили их там, и очередная атака была успешно отражена. Винстон с Гензи все-таки зашли на точку, но они, к сожалению, были там вдвоем и не получили поддержки по остальной команды, поэтому красная команда снова уходит на регул. Да, мы видим репик, у нас в пике появляется трейсер, ребята никак не могут сделать грамотную регруппу, зайти все вместе, заходят по одному, по двое. На таймере уже 9 секунд, они отчаянно пытаются сделать контест, но команда complete losers не пускает их, и не давая им возможности сделать пол-контест. Но все-таки трейсер бегает, поживает, потому что здесь ребята не могут его убить. Это с овертайм, спарриваются точка, сможет ДР2 заплатить, или нет, будем смотреть. Ультимейт от Гензи, он пытается сделать контест в овертайме, но защитники слишком хороши, они делают минус 5 в команде R2, и в овертайме даже точки заплатить не получается. Этот раунд уходит в команде complete losers. Прекрасный отыгрыш со стороны команды complete losers. Ребята показали, что могут двигаться вместе, могут разделять противников своих, и фокусировать свой огонь на определенных персонажей. В свою очередь команда R2 по каким-то причинам не могла срегруппиться, собраться, возможно, нервничают немножко ребята, возможно, надо что-то пересмотреть, свои тактики в игре против complete losers. Я думаю, что просто они нервничают, потому что они в четверть финале, все-таки это довольно неплохое достижение, они молодцы, что они попали, по крайней мере, в 8 лучших команд нашего турнира, а их всего было 20, поэтому топ-8 это очень неплохо. И мы их транслируем, в конце концов мы их показываем буквально по телевизору, я думаю, что они просто боятся. Сейчас они будут защищать, у них есть шанс отыграться, если они не пустят атакующих на точку, у них будет ничья в этом матче, и мы продолжим играть на следующей карте, пытаясь выяснить, кто же круче. Да, пробежимся по пику R2, мы увидели, что Зевс будет играть на Заре, Блудберг играет на Солдате, Дэниел будет играть на Рейнхарде, Лерой, Симметра, Андола будет показывать на Блэйза Крысавчика, и Хантор будет играть на Мерсе. Сетап достаточно спорный, и один Ангел будет хилить всю команду. Я считаю, это очень... Ну, не то, что плохо, но это будет очень тяжело им, особенно Ангелу, ухиливать всю команду. Ну, на самом деле, у них также есть Симметра, мне кажется, что если есть Симметра, то два хиллера — это слишком много саппортов на одну команду. Я сама играла на Ангеле, будучи единственным хиллером в защите, и это, в принципе, очень даже возможно, хотя и спорный вейд. Десять секунд у нас до старта, быстро пробежимся по пику команды Комплитный Юсес. Мы видим достаточно мобильный пик. Это Гензи, это Трейсер, это Винстон, стандартно два хила, это все, и Анна, и роль танка будет исполнять, помимо Винстона Заря. Что ж, посмотрим, как ребята с Комплитный Юсес будут рваться просто на эту точку. Я думаю, будет очень интересно наблюдать. У них есть два фланкера, которые могут очень сильно напрячь хиллеров, защищающих команды. Кроме того, Винстон уже обрывается, уже начинает кошмарить всех защитников с левой стороны вместе с Гензи. Они прорываются слева и пытаются сделать какой-либо опен-фраг, но уходят пока обратно, потому что не получают поддержки со стороны команды, которая стоит в воротах, а они пока еще не смогли зайти. Винстон врывается на точку, но не получается ничего сделать. Уже два опен-фрага отформляют команды R2. В свою очередь, они потеряли только одного человека, хиллер у них непосредственно жив. Команда Комплитный Юсес принимает решение отдать и дальше на респаун, перегруппироваться и, возможно, произвести какую-то более молниеносную атаку, чем они дали сейчас. Тем временем к нам, кстати, пришел небольшой донат от наших зрителей. Спасибо вам огромное. Мы очень рады, что вы нас поддерживаете. Все средства пойдут исключительно на отправку призов нашим победителям. И мы получили небольшую сумму на то, чтобы поддержать Максиму Зонду в этом турнире. Видимо, кто-то из его друзей действительно желает им победы. Спасибо большое. На экранах мы сейчас видим, как Винстон команда Комплитный Юсес вместе с Гензи просто отвлекает на себя большое внимание со стороны команды Р-2, залетает на точку, уже происходит контест, тем самым оформляет размен один в один. Происходит борьба сейчас на точке, Гензи прожимает свою краю, пытается кого-то убить, но с ним симметра, здесь у нее прикрепляет бомбочку, она умирает, и мы видим здесь размен три в одного команда Комплитный Юсес. Минус четыре! Минус четыре в команде Комплитный Юсес. Минус четыре. Два потрясающе защищаются, несмотря на то, что им атака не удалась, защищаются они намного лучше, чем атакуют. Они уже в который раз очень доблестно отбивают атаку одной из сильнейших команд в мире, за что им огромное спасибо, это очень интересно наблюдать. Минута сорок секунд у нас на таймере, первый чикпоинт, мы видим, уже отошел от команды Комплитный Юсес. Сейчас вот можно будет какой-то врыв, нажимается шина красавчика, делает один и убивает солдат, и мы видим здесь инициацию на Комплитный Юсес, кидается Блэкхол, но урона не хватает, практически никого не забирают, кроме Ангела. Ребята с команды Р2 остаются без саппорта, минус четыре, опорная команда Комплитный Юсес, и будет сейчас врыв в точку. Минус пять! Р2 просто разгромлены, и Комплитный Юсес заходит на точку. И Комплитный Юсес, и Комплитный Юсес побеждают в этом матче, и наше поздравление, ребята! Один-ноль в пользу Комплитный Юсес. Да, это был прекрасный врыв, ребята с Комплитный Юсес сфокусировали свой огонь по единственному саппорту в команде Р2, и дальше это было дело техники добить оставшуюся команду и зайти на точки. Мои поздравления! Сейчас мы будем готовить лобби для следующего матча, и следующая карта, на которой будут играть наши команды, это карта King's Row. Это гибридный режим, где нужно захватывать сначала точку, а потом еще долгать тачку. Многие из вас наверняка играли на King's Row и представляют, насколько там много возможностей, чтобы атаковать и защищаться через чок-пойнты, огромное пространство для фары, все замечательно. Да, пока у нас небольшой технический перерыв, хотелось бы поблагодарить всех тех людей, кто пришел к нам сегодня на первую трансляцию турнира. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы нас поддерживаете, мы будем стараться для вас и дальше. Так, сейчас, секунду, я обновлю счет на нашем стриме, чтобы все было корректно и правильно. Я искренне поддерживаю обе команды, вы большие молодцы, независимо от того, кто сегодня выиграет. Спасибо вам за участие, спасибо за то, что вы с нами, мы очень рады, что получили такое признание в сообществе и очень многие пришли на наш турнир, чтобы поучаствовать. У нас было целых 30 команд, которые подали заявки на регистрацию. Это больше, это в два раза больше, чем мы ожидали, поэтому мы даже сделали турнир не на 16 команд, а на 20, чтобы как можно больше команд смогли поучаствовать. Да, мы с самого начала переживали, что не соберем определенный объем команд. Казались наши сомнения, наши переживания были беспочвенными. И желающих поучаствовать в турнире оказалось даже больше, чем мы думали. Это очень приятно, ребят, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы играете в Overwatch, спасибо, что вы с нами, вы суперкрутые. Так, я думаю, наши команды уже готовы, мы можем начинать следующую игру на карте Kings Row и запускаем матч. И запускаем матч, на этот раз замечательная карта King's Row. Алекс, что ты по этому поводу думаешь? Как ты считаешь, что на этой карте может быть очень полезным и что хорошо зайдет? В Overwatch мне больше всего нравятся карты именно с сопровождением груза, потому что помимо точек, где надо просто удержать объект, карты с сопровождением дают достаточно большой мув со стороны твоих тиммейтов, чтобы выполнить цель этого задания. то есть это заход на точку, это фланги, ну и сам по себе процесс именно движения по лоуду мне нравится больше, чем захват точки. Соответственно, что по карте у нас? Я считаю, что на этой карте... Буквально минутку, нам прилетел еще один донат от Рэджки. Рэджки? Я не уверена, что я правильно это произношу. Рэдж, приветствую тебя, друг. Молодцы, ребята, хорошее начинание, продолжайте в том же духе. Рэджки, спасибо большое, мы очень стараемся для вас, для наших зрителей. что вы это цените, и мы очень рады. Итак, давайте вернемся к нашему матчу. Алекс, давай поговорим про выборы в нашей команде. R2 у нас будет в обороне, в свою очередь Комплит Льюзас будет атаковать. По сетапу пробежимся, мы видим Гензи в исполнении команды R2, Дэниел будет играть на Рейнхарде, Зевс стандартно играет на Заре, Лирей, Ангел, Андола будет играть на Солдати, и Ахантон играет на Заньяти. Стандартный пик, два саппорта, два ДД и Танка. Пять секунд у нас до старта. Ноткок будет играть на Фаре, на Мат играет на Турбосвинь, Максим Зонда, Ангел, Воли будет играть на Рейнхарде, Гоша играет на Гензи, и Меддонет будет саппортом Ангел. Фара, между прочим, очень ключевой персонаж для Ноткока, он очень много на нем играл, и это его мейн. Я думаю, что мы увидим здесь прекрасного Турбоша фара, тем более в связке с Мерси, как раз они сейчас летают, пытаются сделать это нефрак в своей команде, и у них это получается. В команде Р2 уже минус три героя в команде Р2, Юзус очень уверенно заходит на точку и делает минус Мерси, минус практически все остаются, только одна Заря, и я думаю, что да, Зарю постигла та же самая Юзус просто выпинывает Р2 с точки, не давая им никакого шанса, я не видел ни одного опенфрага со стороны Р2, Комплитный Юзус просто показывает великолепнейшую игру, выталкивая аминь, как дальше на респаун. Точка заквачена, у Комплитный Юзус в запасе пять с половиной, пять, пять с половиной минут, вы только вдумайтесь в это, это так много времени еще. Отличные ракеты вот пары сверху, чтобы не дать противнику рикнуться на повороте как раз то самое место, в котором чаще всего встречаются две команды. По ультимейту Гоша уже имеет свой клинок, воли Рейнхарт команды Комплитный Юзус тоже имеет ультимейт, Мигдонет будет с нано-бустом, посмотрим, увидим ли мы инициацию с их стороны, но пока мы видим какую-то неимоверную просто размину урона, уже есть пять со стороны команды Комплитный Юзус, буквально испепеляют они своих противников, заставляя понять, что, ребят, ну, как бы, вам надо либо что-то менять, либо как-то побеждать, потому что с таким упорством ребята очень быстро дойдут до второго чекпоинта. И причем они очень уверенно к нему едут, и я думаю, что у защитников сейчас просто не хватит времени, чтобы ребутнуться перед чекпоинтом и остановить едущую тачку. Очень грамотно делают ребята, у них всегда минимум трое на машине, что позволяет машине ебать как можно быстрее, с самой максимальной скоростью дойти до чекпоинта. Гензель команды R2 ворвался в тыл, ждет, скорее всего, нано-бусты, но нано-бусты не будет, потому что у них нет Анны в команде, и команда Completely Useless продолжает неимоверно просто своей огненной мощью двигать их дальше к респауну. тачка просто не останавливается смотри, что они делают. Просто бешеный вывел от Рейтенда и обеих команд на самом деле. У R2 есть 4 ультимейта, которые 5 даже. У каждого есть ультимейты, кроме Крысавчика, у него совсем скоро подойдет. Они могут эти ультимейты очень грамотно скомпоновать, чтобы хотя бы остановить машину, она уже практически подъехала на точку. Ну, Кабридли Юзл с темием, 4 ультимейта уже готовы что-то встретить противника. Команде R2 действительно надо что-то в скором времени предпринимать, потому что тачка не останавливается. Вот мы видим, наконец-то они прожимают свой ультимейт, ты один за другим, отталкивая своих оппонентов чуть дальше и Крысавчик делает замечательный ульт, но Ангел команды Комплекта Юзл останавливает всех, прожимается транквилл, идет бешеная размена ультимейтов рядом с пейлоудом, кто же здесь победит. Команда R2 отбивает атаку, наконец-то ребята сгруппировались и использовали свой шанс с ультимейтами. У них целых три героя вовне, если можно так сказать он-файр. Это значит, что они действительно очень активно участвовали в замесе и хорошо всем показали. Тем временем Комплекты Юзл уже успели сгруппироваться, уже заходят на поворот, Фара с Мерси продолжает летать в воздухе, у Фари есть ультимейт, и я думаю, что будет точно он использован в ближайшем времени буквально. В команде R2 уже минус 3, уже ребята начинают двигать машину потихоньку. То есть осталось только двигать зарю на самом деле и машина уже дает дочекпой. Герои, восстаньте! Ангел прожимает ульту со стороны команды R2, происходит замес на пейлоуде, команда Комплект Юзл выживает, один уфонфрак оформляет команду R2, прожимается ультимейт со стороны Рейнхарда Рокет Барашев в исполнении команды Комплект Юзлесс делается уже минус 2 размен, пейлоуд потихонечку двигается, никуда он двигается, он стоит на месте, потому что мы наблюдаем сами просто дикий какой-то размен ультимейтами и вливание в урон, что непонятно. Потрясающая точность фары в красной команде и очень была полезная ульта от Турбасвина красной команды, они располкали всех врагов, чтобы освободить место перед тачкой. Но синяя команда упорно сделать контест, они в этом плане молодцы, но к сожалению первый раунд завершается в пользу команды Комплект Юзлесс, у них три очка, они протащили три чекпоинта. Молодцы ребята. Да, все-таки сломана была оборона команды Р2, но ребята в последний момент хорошо, что спохватились и у них несколько атак все-таки получилось оттолкнуть. Я надеюсь, что в следующей игре они покажут про команду и возможно даже что-то мы увидим здесь. Сейчас команды меняются местами и на этот раз Р2 будут в атаке. Если у них удастся атака, а я думаю, что у них это должно получиться, они очень неплохо атаковали на предыдущей карте. Очень ярость, большой уверенностью это делали, ребята молодцы, посмотрим, что у них будет на этот раз. Стандартный стап мы сейчас наблюдаем у команды Комплект Юзлесс, это Солдат, Макри будут исполнять роли основного демидж-дилера, Намат будет отыгрывать на Турбосвине, Максим Зон играет на ООСе, он стандартно будет играть на АНИ. Интересный сетап, очень много дамага, очень много мяса у танков, я думаю, оборона будет не менее продуктивной, чем атака у команды Комплект Юзлесс. В чате, кстати, спрашивают про средний рейтинг этих команд, я точно знаю, что у Р2 средний рейтинг примерно 2600-2700 на всех, это довольно средняя цифра, там для каждого большая разница в рейтинге. Команды Комплект Юзлесс, очень многие игроки имеют ранг Киран Мастер, сами понимаете, что это значит, это значит, что они очень хорошо играют, на данный момент это вот так. Ну а пока Солдат Комплект Юзлесс размениваются любезностями со своими оппонентами, приветствую их рядом с дверью, у нас 5 секунд до старта игры, пик у нас у команды Р2, Азиев стандартно отыгрывает Заре, Блудберг будет играть на Гензи, Дэниел Рейнхард, Лирей будет играть на Ангеле, Андола Турбосвин и Ахан Топ будет играть на Заньяти. Стандартно команды в воротах обмениваются зарядами, гранатиками от Зари, чтобы набрать интимейт и разбить щит чужого Рейнхарда. И врыв от воли, врыв от воли он прорывает всю линию обороны и пытается сделать опен крат и у него, не у него, но у Нотток и скоростной команды это получается, минус 2 в команде Р2 и Комплект Юзлесс уверен, где все еще делают минус. Врыв был хорошей стороны команды Р2, но, к сожалению, не было поддержки остальных тиммейтов команды и из-за этого не получилось что-то интересное здесь реализовать. Но мы видим, что Комплект Р2 не сдается, но все равно там Комплект Юзлесс оформляет два опен-фрага, отправляя двоих человек на респаун. Большой плюс в том, что респаун атакующих довольно близко они могут очень быстро депутироваться, чтобы продолжить свою видную атаки и пытаться сделать еще раз. Не нужно бежать очень далеко. Мы видим, что команда Р2 все-таки вместе не держится. Они как-то по два по три человека пытаются прорываться, но какой-то целостной атаки мы не видим. Тут стимулятор вешается на боли, он пытается всех уничтожить своим молотком, он делает минус два, продолжает все равно махать своим молотком, показывает какой-то интересный плей и все, на этом атака с командой Р2. Да, команда Р2 может выявить на беглот, но они очень стараются, это действительно видно, ребята очень славно играют и стараются и подоить противника уронам и флангами, но, к сожалению, команда Комплитный Узлес действительно страшно берешь на порог. Да, тем временем хитрый трейсер команды Р2 делала контест, ребята из команды Комплитный Узлес отвлеклись, был шанс ворваться, но, к сожалению, ребята не воспользуются этим. Я все-таки жду от команды Р2 какой-то четкой инициации комбинации ультимейтов и врыва с наточкой. Кстати, Блэкхолл от команды Р2 Гейзис включает свой ультимейт и делает минус... минус никто, к сожалению. Почему? Сделал минус 2, да, мы видим, что размен практически неравный. Да, ему помогли в степи сделать второй минус, но, к сожалению, в команде Р2 минус 3 уже и мини-атаки снова прерывается просто на том, что команда не смогла дотереваться на мэр. Посмотри, что делает этот хитрый солдат с командой Ноткоп, просто на втором этаже и все к спину расстреливают, но Дзиньята, заметив его, кидает свои шары, пытаясь его бить, ничего не получается. Интересно, сейчас был на точку с планой команды Р2, были скомбинированы ультимейты Зари и Дензи, были даже сделаны ключевые минусы, но все-таки оставшиеся люди команды Капридли Юза смогли отбить их натиск и отбить и дальше на спал. Кстати, тактика стоять на балкончике сверху для солдата, она очень хорошо работает, потому что у него есть обзор всей карты, у него есть шанс продамажить каждого из противников и это действительно большая польза в этом случае от солдата есть. У него тем временем даже есть у тиммейты, у команды как будто есть три у тиммейта, в то время как у команды Р2, 2 и Дзиньята прожимает свой трансенденс, солдат в роли Ноткока прожимает льду и делает минус 3, минус 4 и сейчас будет еще минус 5. Минус 5 в команде, минус 5 в команде Р2. Замечательная комбинация у тиммейта под Анна и солдата, это прям, мне кажется, это будет лучший момент в матче. На прекрасное исполнение сейчас было от солдата, да и от всей команды комплект в целом. Ребята из команды Р2 уже торопятся, у нас 4 секунды остается до завершения матчи, Гензи и Трейсер в команде Р2 пытаются сделать контест, сжимается ультимейт от Рейнхарда команды Р2, происходит дикий замес на точке, овертайм мы сейчас наблюдаем с вами, уже 4 безозвестных минуса команды Комплект Ньюзовс, здесь не отпускает пятого, остается один Антон, он тоже к сожалению ничего не может сделать, и команда Комплект Ньюзовс уверенно держит победу Комплект Да, Комплект Ньюзовс получает второе очко, им осталась еще одна победа, чтобы пройти дальше в полуфинал, довольно неплохой результат для четвертьфинала, я поздравляю ребят, это были хорошие два матча, остался еще один, остался последний матч, да, спрашивают в чате best of five ли, да, это best of five, то есть команде необходимо одержать три победы, чтобы пройти в следующий раунд, кстати, донат нам получил еще одно сообщение от Мерона, Мерон, привет, я вижу, что ты с нами поздравился, спасибо тебе огромное за пожертвования, мы очень рады, что ты сегодня с нами, что ты нас смотришь, что ты пришел на слип, да, best of three в нашем турнире нет, на групповом этапе у нас было best of one, мы играли до одной победы, а во всем плей-оффе, это четвертьфинал, полуфинал и финал, у нас были best of five, что означает, что командам надо выиграть три карты для того, чтобы победить? Да, по поводу следующей карты, следующая игра наших замечательных команд состоится на карте Непал, на этот раз это контроль точек, очень люблю эти карты, потому что очень часто на точке в овертайме случается магия овертайма и происходит лютый бешеный замес. Так, одну секунду. А пока Вика решает все технические вопросы, давайте, ребят, с вами поговорим действительно про эту карту Непал. Очень красивая карта, славится, как Вика уже говорила, своей непредсказуемостью, действительно, магией 99% присущей этой карте. Мне она нравится, она входит в список моих одних из любимых карт. Что вы думаете по поводу меня? Прошу прощения, немножко отвлеклась на то, чтобы собрать логи на новой карте. По поводу, кстати, по поводу карты Непал. Непал довольно интересная карта для того, чтобы играть на таком турнире, в таком формате, потому что там очень часто случаются замесы, и у команд есть огромные возможности выбрать совершенно разные пики, и подстроиться под противника. Тут не обязательно рейнкар, тут не обязательно многие дефолтные пики, которые необходимы на других картах. Да, совершенно любой пик может зайти на этой карте, все будет зависеть от исполнения игры на том или ином персонаже и командном взаимодействии обоих команд. Так, на самом деле мы почти готовы, чтобы начать нашу следующую игру. Одну секундочку. Сейчас я обновлю некоторые технические моменты. Я поменяю счет, чтобы он был актуален на нашей трансляции, это необходимо обязательно. я напоминаю, что счет у нас 2-0 в пользу completely users по картам, мы наблюдаем сейчас их противостояние на карте Непал, это возможно последняя игра для этих команд, возможно и нет, будем смотреть, 15 секунд до старта. Пики пока команды не определили, но я вижу уже, что команда R2 будет иметь в своем распоряжении Гензи, Рейнхарда, Анну и Зиньяту, команда completely Юзы в свою очередь также будет брать Солдата, Номат будет играть на Заре, Максим Зонда будет отыгрывать на Лусио, Волли использует Арису, которая недавно была добавлена в игру, Гоша будет отыгрывать на Гензи, на Нет, стандартно, нет, не стандартно, хитрец какой, взял все-таки Ангела. Пик команды R2, еще раз пробежимся, Зевс изменяет свои традиции, Харди, Лерой, Уэй, Анна, Андолла будет исполнять Нетрейсер и Ах, Антон стандартно будет играть на занятии. Игра началась, дорогие друзья. Команда атакующих, уже обе команды на самом деле, они атакующие сегодня, обе команды продвигаются к точке и у команды R2 на самом деле даже не стрейк, хотя я думаю, что не будет, но сейчас не бывает. Тем не менее, команда очень уверенно заходит на точку и месяц на самом деле пока слева и справа от точки. Комплект-лидюдов уже заняли точку и это довольно удачное положение, потому что они могут его защищать гораздо удобнее, чем снаружи точка. Хорошо работает саппорт обоих команд, паркетчики точнее нет ни с одной ни с другой команды опенфрага, мы видим, ноткок убивает рейсер, тем самым оставляя команду R2 в меньшинстве, дожимает команда Комплект-лидюдс уже осталось два человека, здесь Ротхога будут тоже забирать, остался один Гензи, который тоже идет на респу. Интересная сейчас была борьба на точке, соответственно выйдет очень дикий замес команд. Непонятно сейчас, что делал Гензи с командой R2, зная, что команда ушла на регруппу, он попытался синициировать атаку, что-то сделать, но был за это жестко наказан. Комплект-лидюдс уже практически собралась для новой атаки, это одна из тактик на этой карте, можно пойти прямо по центру, можно пойти слева в коридоре и можно пойти справа в коридоре. Как раз справа в коридоре начинается очередной замес, команда сильная, которая сейчас в воде точки, защищает этот проход и делает минус 2, минус 1 на самом деле, минус 1 в команде R2, уже минус 2 и размен практически равный и в команде Комплект-лидюдс также есть потери. Гензи делает контест на точке, два танка врываются с стороны R2 на центральный поход, но их отталкивают здесь, и знаешь, я не вижу тут какой-то целостности, команда 2, ребята сначала заходят через право, потом часть команды отделяется, они пытаются зайти через центр, и не получается, это ощущение, как будто они прощупывают Комплект-лидюдс пытаясь что-то здесь инициировать со своей стороны, но ребята из Комплект-лидюдс не лыком шиты, продолжают додавливать команды R2 на респаун, оформляя при этом уже минус 5, практически не жертвовали никакими ультимейтами, которым басок от Лусио, и замечательно. У Комплект-лидюдс есть 4 ультимейта, у команды R2 есть селс 5 ультимейта, сейчас будет таймер, сучится мобильный таймер, да, действительно, сейчас будет обмен способностями довольно жесткий, потому что, на самом деле, я тут в команде R2 уже минус 4, хотя прижимается блокхол, хотя и вся команда Комплект-лидюдс собирается блокхол, прижимается ультимейт от Круга свина, прижимается ультимейт со стороны синей команды от Мистона и первая точка захвачена командой КТ-лидюдс практически с нуля они сразу же захватили и берли его до конца, молодцы. Было пару хороших инициаций со стороны команды R2, но в общем, если смотреть на эту игру, им не хватало какой-то целостности. Ребята очень сильны, когда они вместе, но когда они начинают разделяться, вся их сила куда-то пропадает. Ребятам надо срочно собраться, с пиком у них в принципе все нормально, им не хватает какой-то совместной инициации, чтобы ворваться на точку вместе. Я думаю, ребята просто не нервничают, потому что у них это последний шанс попытать свои силы и они уже, наверное, устали просто играть, потому что очень напряженный матч для них. Ребятам можно уже из последних сил собраться, обязательно загруппиться, все вместе заходить на точку, тогда у них все получится. Игра у нас началась, что-то конкретного в изменении пиках мы не видим, здесь включение Ноткок стал играть на фаре и Ангола будет отыгрывать на красавчике, происходит дикий замес у нас над точкой, оплотфрагов у нас пока ни с одной ни с другой стороны нет, замечательно пропадают саппорты, но Блуд уход уже на спаун, минус 2 была форма команды Р2, какой-то инициации ни с одной ни с другой команды нет, точка пустует, захватывать ее, она не надо и так сойдет в принципе. Зачем точка нужна точка, никому не будет. На самом деле команда Р2 успешно сняла фару в воздухе и помогла себе защитить хотя бы сверху свою команду, это очень большая работа, потому что фара очень может не мешать. Мы видим, что два танка с команды Р2 пытаются продавить оборону команды Комплектный Юзерс, не получая поддержки своих тиммейтов, они умирают, уже минус 3 была форма со стороны команды Комплектный Юзерс и ребята из Р2 понимают, что здесь словить нечего, они к сожалению отходят на респаун, надеюсь, здесь не будет никакой единичной инициации, как мы наблюдали в предыдущих матчах с их стороны. Ребята все-таки сделают грамотные регруппы и ворвутся на точку. 25% точки уже захвачены синей командой, они снова делают, они снова первые захватывают точку, Гоша фланкует всю красную команду, делает минус минус два, но к сожалению Р2 смогли защититься хотя бы от этого, молодцы ребята, и все равно они уходят на регул, потому что их атака была развалена буквально, даже они не успели заворотить. Продолжает комплектный юзерс стеснить своих противников на респаун, здесь у нас мы видим отдыхает в инстан в своем куполе, отсыпается, устал немножко парень. Смотрим дальше за инициацией стороны команды Р2, ребята все-таки наконец-то сделали редук, мы видим рентарты под атакой Винстона, заря вешает на него купол. Ребят собрались и скорее всего надеюсь это будет куполный рюк, 66% не осталось. Винстон в воле за Винстона просто кошмарит Р2 прямо на респауне, он залетает в нем в уйте и пытается не дать им нормально средукрепиться и модкоп помогает ему сверху парой, у него даже есть интимейт, чтобы в случае чего его использовать. Буквально давит ребят на респауне, чтобы не дать им подарить их точку. Интересная тактика, она очень часто работает и агрессия иногда очень нужна. Минус 2 человек сейчас была форма команды Комплитли Юзлес по ультимейтам на своем распоряжении. Р2 имеет 3 заряженных ультимейта, Комплитли Юзлес осталось 2. Овертайм на точке мы видим сейчас никого нет из команды Р2, фар прожимает руки в бараши, это достаточно уверенная победа команды Комплитли Юзлес в этой игре. Комплитли Юзлес набирает 3 очка на Непале, 2 очка и остался последний раунд. Мы играем по правилам соревновательного режима и здесь по отличие к фитплею необходимо хватить 3 точки. Я уже не успела немножко запутаться. Остался последний раунд и я предполагаю, что случится может всякое, потому что даже в овертайме и в последнюю секунду игры команда может взять собраться и начать перетягивать объемную свой давайте поддержим команду R2 в чатике пишите какие-нибудь смайлики, слова поддержки, чтобы ребята собрались и им очень нужна ваша помощь. Они достойно себя показали помимо того, что они прошли четверть финал, это действительно заслуга для этой команды. Игра началась у нас, уже команда заходит на точке происходит обмен бедности на центральном проходе как всегда уже есть опен фраги с одной командой комплит и юз с минус один гензи отправляется на респаун, минус два забирают саппорта, продолжают давить дальше на респаун, Рейнхард уехал со своим оппонентом наблюдать просторы Непала, оба отправились на респаун, замечательная сация класса с парня. На самом деле Рейнхард унес целого одного филлера синей команды это в принципе наверное достойный повод уехать в пропасть но кажется что когда вся остальная команда мертва это особый польз не будет а ребят успели очень быстро я бы понял если бы это была я бы понял если бы это была мерси я бы тоже без мерси не прочь куда-нибудь уехать на долге но особенно если это Рейнхард но на самом деле мы еще будем мерси я считаю что мерси это лучший филлер я играю за мерси с момента байта теста тем временем комплитный юзер снова давит ребят прямо на спаун не дает им зайти даже в комнатку я думаю что эта тактика рано не сложно развалиться потому что так далеко кушать бывает очень опасно есть шанс что ребята прорвут имюю обороны а ваш спаун довольно глипо пока ребятам из комплитный юзер удается хорошо защищать проход но скоп тратит свою мы видим отличную защиту синей команды просто потрясающий игрок да они продолжают давить своих оппонентов чуть ли не к двери их самолета злой винстон просто раздает пощечины всем налево и направо не выпуская их с респауна показывает здесь кто хозяин но ребята из команды р2 не лыком шиты тоже отвечают своей контрагрессии на их поведение минус один был уже оформлен с команды р2 размен на гошу потому что гензо ушел на респу думать о своем поведении и все-таки команда р2 начинает потихонечку потихонечку переглядаться к точке 78% не осталось они проживают трансценденс они проживают трансценденс экземьяты запрыгивают буквально в последний момент но заря ловит их в блэкфолле и у команды также есть лутимейт гензи к сожалению они все отправятся на ребрук но у них есть лутимейт заряи лутимейт гензи которые могут быть очень удачно скомбинированы при хороших обстоятельствах я думаю ребята смогут хотя бы зайти просто на точку и ждать контест но к сожалению матч тем временем кончается completely useless выигрывает эту игру со счетом 3-0 ребята просто молодцы они феерично проходят по командам в турнире и выигрывают каждый свой матч который играет естественно лучший момент матча это моткоп на фаре лучший фары я еще не увидела на самом деле прекрасная игра но все у нас еще впереди поэтому возможно у вас появятся какие-то звезды которые будут отыгрывать гораздо лучше на фаре действительно достаточно интересный матч захватывающая игра команд мы благодарим их за то что они нам сейчас показали замечательно я по другим углом взглянул на овервотч увидел как некоторые персонажи играют просто прекрасно т.к.